приветствую всех кто смотрит сейчас по традиции также приветствую тех кто будет смотреть записи ну и тех кто обычно привык смотреть на информационно-алитическом портале ava.md как правило это большинство люди привыкли поэтому привычка свыше нам дана замена счастью она сегодня 30 юбилейный выпуск на злобу дня буду после передачи отмечать это событие и остановлюсь я сегодня на двух темах первая тема это пропагандисты дадона изгаляются над тем что партия майя санду пас по традиции называем партия майя санду хотя она сейчас не является членом партии по закону не положено ей обратилась гражданам молдовы с просьбой оказать им финансовую поддержку на выборах ну и они на этот счет очень изгаляются зря изгаляются это очень правильный избирательный ход дело в том что помните когда те знаменитые видео с кульком и воронин воронин извините уже как бы это вторая тема и дадон тогда много наговорил что ему там россия дает ежемесячно чуть ли не около миллиона и просил чтоб плохотнюк ему такую же сумму давал потом выступая на одном телеканале рената усатый сказал что на выборах в девятнадцатом году россия дала дадона 11 миллионов евро то есть они привыкли получать откуда-то деньги ну как бы свечку не держал но вот то что там сам дадон говорил усатый показывает откуда они их получают ну и плюс способствовали каким-то бизнесом с россией тоже говорят тот же усатый заявлял за это брали деньги им не нужно брать у граждан деньги а им нужно давать гражданам подачки на выборах чтобы они голосовали талоны на бензин там разные продуктовые наборы гречка и так далее и тому подобное и они привыкли покупать голоса но это их тактика она как бы уже давно ими опробирована и по их мнению она приносит результаты моя санду поступает умнее понимаете вот когда дают люди иногда голосуют за это но все же чувство омерзения есть что их покупают а вот когда люди сами финансируют даже дают 50 лей 100 лей даже 10 лей они как бы инвестируют свое будущее и они благодарны тем и борются чтобы те победили вот это дадон и компания никак не может понять и когда они сейчас издеваются вот она собирает деньги с народа а с кого еще собирать если с бизнеса значит бизнесу надо потом решать какие-то проблемы если с какой-то зарубежной страны брать значит надо быть халуем этой страны а когда тебя народ поддерживает так ты ответственен перед народом и это мне кажется такая очень хорошая связка поэтому зря они издеваются поступают умно и я призываю другие партии так поступать не брать деньги в каких-то странах или там с бизнесменами которые надо потом что-то возвращать через какие-то законы там через какие-то нарушения законов поэтому идите этим путем а если люди вас не поддерживают не дают денег значит вы им неинтересны значит надо уходить из политики а вот вторая тема она очень интересная я ее назвал так о союзе вчерашних и позавчерашних и кто будут выигравшие кто будут проигравшие на самом деле коммунисты стали уже позавчерашние это позавчерашний день молдовы с плохими с хорошим но это очень далекое прошлое в то прошлое но невозможно возвращаться она ушло потому что то прошлое еще было связано с советскими временами она так переплеталась и кого-то что-то привлекало что от коммунисты как при советском союзе в то же время эти капитале как капиталисты эти коммунисты были капиталистами и строили капитализм они коммунизм а социалисты это вчерашние их день закончился в ноябре прошлого года и они стали вчерашними и вот эти вчерашние и позавчерашние сейчас начали торги вот уже пленум там цк пкрм прошел мы сохраняем то что мы говорили гадости про социалистов но угрозы страшные нависли над молдовой танки нато уже моторы запустили чтобы на брянск идти так когда-то останавливал танки воронин 2001 году чтобы они на брянск не пошли тут унионисты рвутся к власти причем я не вижу где эти унионисты и какая угроза от них реальная ну короче надумали накрутили и зачем это это вчерашним и позавчерашним нужно для того чтобы обосновать свое объединение но они не могут обосновать на созидательной основе мы объединяемся чтобы сделать для молдовы что-то такое что вы будете все потрясены мы построим молдову мечту у них на это ни мозгов ни желания нету потому что те кто прошли через кульки они не способны уже творчески мыслить они не способны продвигать какие-то креативные идеи они привыкли только брать 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 и вот это объединение вчерашних и позавчерашних я не скажу что это угроза на самом деле они уже никому не интересны ну по большому счету кроме тех которые привыкли что везде нужно бороться с врагами я помню у нас на военной кафедре в госуниверситете плакат был ша враг номер один и нам военный вот ша нато нам угрожает сколько время прошло и все временно пугают нас угрожают 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 пока весь мир все делает для того чтобы люди жили лучше чтобы росли зарплаты чтобы росли пенсии чтобы росло социальное обеспечение и прочее прочее в этом духе мы все время выдумываем и боремся с какими-то врагами и вот эти объединятся они сейчас в торгах я думаю не на пленуме там все это решается все эти вопросы решается где-то рейдман фаркулица собираются с арифмометром и начинают вот это так вот мы вам столько вы настолько и об этом сейчас идет речь знаете в этой истории обидно только одно у меня сложное отношение к воронину но все же где то есть подкорки но какое-то уважение к этому человеку ну действительно титан при всех его многочисленных минусах о которых я даже не хочу говорить потому что наверно к сожалению я знаю намного больше чем вы знаете о временах воронина но все же было у него что-то что вызывает определенное уважение к этому человеку и вот сейчас он пустился все тяжкие готов на этот союз в торгах ну вы знаете очень тяжело сделать имя потерять его очень легко и возвращаясь как бы этой темы это союза вчерашних позавчерашних дадон мы объединимся мы большинство получим ни хрена они не получат люди уже стали другими люди поумнели люди хотят жить в новой молдове без коррупции без кульков где был бы нормальный суд где нормальные прокуроры и они прекрасно знают что при дадоне и воронине и пк рм и партии социалистов этого не будет а будут баррикады будут лозунги будет болтовня бла-бла-бла-бла и так далее и поэтому я думаю что очень многие вот сейчас только они договорятся часть уйдет вот кто выиграет кто проиграет ну воронин проиграет могут частично выиграть дадон который сказать я сломал воронина доложит в москву я его заставил я его примкнул к ноге он пришел ко мне видите какой я я смотрящий настоящий по молдове но как это ни странно выиграет моя санду потому что и партия пас смотрите кто там собрался выиграет рената усатый потому что тоже какая-то часть избирателей не захотят за вчерашних и позавчерашних выиграет марк качук и виктор шелин который ну если марк качук объявил что идет на выборы не знаю что там у виктора шелина которые тоже не захотят голосовать вот за этот союз вчерашних и позавчерашних и поэтому я думаю в конечном итоге даже выиграет вся молдова потому что мы четко увидим где прошлое а где будущее и здравомыслящие люди безусловно будут голосовать за будущее всего вам доброго будьте здоровы берегите себя до новых встреч и